доброе утро дорогие друзья всем доброе утро мы продолжаем изучать тору и сегодня у нас уже мы стартуем 10 главу уже 10 глава 9 глав изучено и мы переходим к 10 главе а всего 31 глава в мишлей так что с божьей помощью мы уже треть треть прошли все всем шалом кто меня слышит все рассаживаемся занимаем лучшие места в зале мироздания то есть можно сказать что сейчас вообще те кто учат тору это на лучших местах в зале мироздания потому что то ради чего было все создано она вот как раз и реализовывается есть у нас шалом доброго ранг из нюрнберга ярослав матвишин он как раз нюрнберги в ярослав мне как раз нужен русскоязычный русскоязычный нотариус есть у вас нюрнберги буду очень рад если вы мне найдете если есть кто-то русскоязычный нотариус мне нужно красный ринберги сделать это сам доверенности вот интересно все как все бог нам дает вообще возможности уникальные так что ярослав может мне поможет хорошо значит всем доброе утро десятая глава десятая глава начинается с того что царь сам он заново представляется и он опять говорит мишли шлома бэн мышли мишли шлом он говорит это примеры шлому вариантом комбинаторы что этим он как бы начинает новую часть то есть в первой части он говорил о величии торы первой части он нам объяснил что что такое тора и что в принципе надо жить воспринимать мир и так далее то есть система как бог задумал то есть система как бог задумал и в торе она отражена если ты своим интеллектом ты к этой системе прицепляешься и ты как бы эту систему начинаешь воспринимать тору ты соединяешься через тору с богом и ты одновременно знаешь что делать у тебя все понятно а если ты пытаешься выдумывать себе что делать то как говорится дело не будет дело не будет да значит а теперь мы сейчас узнаем что во второй части почему он заново как представился притча шлома и дальше он нам сейчас будет говорить на какие-то другие вещи сейчас мы постепенно поймем о чем он будет говорить яков шатадин шалом все мы продолжаем это значит первый отрывок он продолжает и говорит мишли шлома мишли шлома значит примеры шлома мы уже изучили что такое примеры в первой части то вся эта книга притчи переводят на притчи переводят этим это слово такое на русском она понятная более-менее когда с помощью какой-то истории объясняют какие-то принципы глубокие вещи там и так далее объясняют с помощью понятной истории но здесь можно также использовать пример слова да например мишли это как пример метафора можно использовать понятно значит кого же сейчас он приводит пример он говорит так нам бэн хахам и самах а то есть сын мудрец радует отца радует отца и можно сказать и радует отца и отец радуется у бэн ксиль а сын грешник по вожделению тугат ему это огорчение его матери то есть это очень сейчас важный принцип воспитательный вообще каждый из нас когда родился попал в мир в который на нас была наложена некая система просто система как бы по умолчанию то есть как объяснили человеку ребенку какие-то принципы правила какие-то принципы правила цели стремления убеждения как все работает так чек это все воспринял и живет то есть мы все были с детства запрограммированы той средой и теми людьми которые нас окружали тем той эпохой которая нас окружала тем временем которая нас окружала и к сожалению как то так как большинство людей смотрят телевизор слушают радио слушают песни ходят в кино то все это называется сми средства массовой информации то есть людей большинство 99 процентов людей может 99 и 9 процентов людей десяток людей сделали массой просто средством массовой информации то сделали такой биомассой которая живет по шаблонам которые не работают потому что если мы посмотрим на цифры в любой сфере жизни например посмотрим на цифры индекс богатства окажется что 90 процентов людей живут от зарплаты до зарплаты или в минус в долгах и не могут обеспечить себе богатство то есть их их то как их воспитали то как им объяснили как надо зарабатывать деньги не работает они не могут зарабатывать деньги если мы посмотрим индекс общественного здоровья то мы увидим что в той же америке там 80 90 процентов людей страдают от ожирения в россии курит там половина и умирают ну очень низкая средняя продолжительная жизни а качество жизни после там лет пятидесяти она даже не о чем говорить то есть мы видим что та система воспитания которая была наложена в сфере здоровья на средства массовой информации она тоже не работает вопросы питания вопросы образования вопросы здоровья вопросы семьи все не работает мы можем сказать что тот один два процента людей которые счастливые реализованные в жизни они как раз у них что-то произошел сбой системы массового воспитания теперь здесь написано что сын мудрец торы то есть хахам в на языке царя соломона хахам это не просто мудрец что такое мудрец вообще мудрец это человек который много знает и он умеет принимать какие-то правильные решения и дает людям советы но как мы уже знаем что если этот мир живет по неправильной системе а тора это то что бог сказал как правильно надо делать то получается что мудрецом может назваться только тот кто понял замысел бога кто изучил замысел бога и мало этого он еще и может реализовать замысел бога то есть он действует по торе потому что здесь понять недостаточно и вот здесь объясняет как раз царь соломон очень интересную вещь почему сын мудрец торы радует отца а сын глупый грешник по вожделению огорчение его матери говорит царь соломон несколько раз мишли что человек может победить свою животную природу вот это свое внутреннее животное начало победить его только с помощью мусара мусар это система ограничений система как бы ты ставишь себя в в рамке страх перед богом страх перед наказанием и ты для того чтобы в этом мире реализоваться ты должен себя победить свою животную природу теперь как его победить у ребенка у него нет у него вся его природа это и животная природа то есть ребенок у него я царь тов он рождают появляется только после после там 12 даже интересно что по торе до 20 лет то есть становится обязанным выполнять заповеди мужчина в 13 лет а девочка в 12 но до 20 лет у них за нарушение идет условные наказания то есть их бог не наказывает потому что до 20 лет они еще не в состоянии полностью управляют своей природы их интеллект еще не сильный и они не могут победить свою вот эту вот раз расплывчатость такую да и поэтому до 20 лет до 20 лет им накапливаются их их как бы ошибки а с 20 лет уже идет раздача вот такая вот интересно есть или же с 20 лет он уже полностью все исправляет теперь какая обязанность отца по отношению к детям отец он должен строго то есть он как бы выполняет функцию в внешнего доброго начала то есть он строго должен заставить людей направить их наказать иногда для того чтобы их вот это вот животная природа чтобы их животная природа она она была как ограждена да теперь поэтому если отцу получилось заставить своего сына учиться направить его на правильный путь иногда наказать иногда даже покричать но именно ребенка он как бы выступает внешним вот этим вот добрым началом которое должно победить злое начало то если у него получилось и сын учит тору дальше сын уже сам может обуздать свое злое начало сына же сам может победить свое животное вот это вот начало и все свои побуждения и тогда он радует отца почему он радует отца потому что отцу приятно что сын его мудрец его уважают и это радость и и как в принципе заслуга отца теперь а сын глупый грешник по вожделению огорчение его матери здесь идет намек на то что матери они воспитывают детей немного по-другому то есть женская природа она чуть-чуть отличается есть жалко сына и жалко вот он пусть отдохнет поспит пускай поезд больше пускай он такой бедненький а папа не должен на него кричать и не должен его наказывать и в итоге мать она как бы приучает ребенка действовать по своему желанию я хочу и буду а это я не хочу не буду и так далее то есть она из своих из милосердия из своих хороших как бы побуждений но она потом приводит тому что сын этот огорчение матери почему потому что это ее как бы ее ответственность что она не давала папе его наказывать и второе что он тогда будет сидеть дома потому что человек который не умеет обуздать свои желания человек который не умеет заставить себя работать и победить свое злое начало он в принципе не может подняться ни на какие высоты в обществе людей потому что только люди которые умеют управлять собой умеют себя заставить делать правильные вещи и отказаться от неправильных вещей только такие люди они побеждают свой эгоизм например и так далее то есть любая любой путь наверх это победа над своими эмоциональными вот этими качествами вот вот такой вот был урок воспитания который нам дал царь соломон с точки зрения торы значит что бэн бэн хахам сын хахам это радость отца то есть у отца получилось его наставить на правильный путь а бэн ксиль это тугаты мо это огорчение матери но если мать понимает и услышала эту эту мудрость то тогда она тоже победит свое как сказать вот посмотрите например возьмем этот же поступок только мы перенесем его на себя вот сидит человек сидит он человек он проснулся он утром да и он думает ой хочу я кушать и поваляться в кровати посмотреть сериальчик какой-то да это же приятно это хорошо теперь внутренний голос ему строго так говорит послушай вставай сделай зарядку сделай зарядку значит сделай там почитай какую-то правильную книгу запланируй себе будущую неделю убери свои вещи убери в квартире там ну то есть у тебя выходной день например но это не там иди молись поучись и так далее то есть идет такой внутри строгий голос значит с одной стороны если пойти на поводу у мягкого голоса то тебе будет приятно ты лежишь кушаешь смотришь фильм у тебя в принципе ты на расслабухи все понятно потом тебе говорит этот голос ну и еще просто еще пироженку скушает ну типа ты любишь ты себя или нет если ты себя любишь так ты давай сделай себе приятно и человек идет по этому мягкому голосу в итоге ожирение нету сил нету все не убрано и зато ему приятно но зато он приятно проводит время делает то что он хочет теперь если чем идет на поводу внутреннего голоса строгого он встал он побегал он там поделал поблился холодного донсе говорит так а ну хватит мол прохлаждаться давай ка ледяной водичкой сейчас заколю свой иммунитет то есть с одной стороны вроде бы он делает себе одни страдания страдания на страдании строгость на строгости страдания на страдания с другой стороны такой образ жизни приводит его к тому что он здоровый сильный образованные у него ну то есть он даже опять же заставить себя что-то сделать для другого человека это тоже нужно победить свое свою природу то есть у нас внутри вот есть постоянная борьба между краткосрочной перспективой получить сейчас удовольствие но заплатить за него потом или сейчас пострадать как бы да но потом получить удовольствие и вся тора это поставить себя в рамке божественных делай и не делай не своего я хочу а ты подчиняешь свое я хочу и свое я не хочу божественному делай и не делай и когда ты входишь в этот резонанс то есть ты победил свою животную природу и она в конце концов перестраивается на вот этот вот божественный путь тогда у тебя об и ты переходишь на этом в духовный мир и у тебя в принципе все хорошо понятно хорошо второй отрывок но я или от стро трэша он говорит не помогут тебе сокровищницы сокровища злодействия уцдака татсиль мимавет а милосердие от сдака она спасает от смерти опять вот смотрите чем отличается путь торы от пути логики то есть по логике все наоборот по логике человеку он собирает себе сокровищница и неважно как ты их собрал то есть если нету бога если нету добра зла наказания и так далее есть факт у есть человек он там наворовал награбил у него есть сейчас сокровищница которая должна по идее дать ему в жизни очень много очень много ну как без безопасности и много радости то есть по факту то у него есть сокровища теперь от сдака что такое сдака это ты берешь и раздаешь людям раздаешь людям деньги которые ну раздаешь просто людям деньги или ты дзака ты делаешь им добрые дела там и так далее казалось бы ну то есть если мы смотрим по механике и по логике то лучше собирать и забирать себе чем раздавать теперь тора нам говорит все наоборот все не так то есть если у тебя есть сокровища которые тебя который ты набрал неправедным путем то есть ты эти сокровища украл ограбил там и так далее то то все значит они они тебя не спасут никак не помогут они тебе эти сокровища у дзака тот сильный мавит а милосердие спасает от смерти доброта спасает от смерти давайте посмотрим как это работает значит вот ну просто из сегодняшних примеров сегодняшние примеры например сегодня там какая-то там годовщина об этом все пишут убийство влада листьева сегодня как раз 25 лет назад по моему влада листьева убили это был директор остантина директор остантина первый директор и в там очень это как-то было связано с с борисом березовским который который был в то время там все властитель властитель там чуть ли не но очень на большом он был уровне вот мы видим два человека которые боролись за славу за власть деньги и они побеждали то есть весь вопрос был что листьев и в то время ну причина когда сейчас об этом говорят что причиной было что они решили рекламный бюджет то есть шла речь о больших огромных деньгах о славе и так далее где сейчас эти два человека листьева убили 25 лет назад березовского убили в там несколько лет назад и в принципе не помогли березовскому не его кандидатская диссертация там не его миллиарды не его мозги не его хитрость ничего то есть когда человек зарабатывает деньги в с помощью как нет неправедным путем нечестным то она все как раз его разрушает теперь а где мы видим что тсдака спасает от смерти где мы видим что тсдака спасает от смерти я вспоминаю сейчас просто вот одну историю которую когда-то когда-то я читал про семья была семья в германии до до войны до войны до того как нацисты пришли к власти и там был один человек он был очень богатый еврей адвокат и он зарабатывал очень хорошие деньги он эти деньги инвестировал и однажды к нему пришли пришли люди евреи и говорят пожертвуйте пожалуйста деньги на покупку земли в палестине то есть на сельскохозяйственные поселения для других людей то есть туда приезжало очень много бедных людей и покупали землю у арабов для того чтобы там могли евреи работать и он говорит ладно мне она не надо конечно ничего это мне не даст но вот вам там дал какую-то сумму для того чтобы купили кусок земли в палестине для других людей потом потом нацисты пришли к власти и они его арестовали посадили его в тюрьму его жена его жена она была австрийская гражданка и ее тогда не посадили она начала пытаться всеми силами каким-то образом его вытащить собрала все деньги которые только можно было чтобы его отпустили на один день из тюрьмы и потом они бежали через границу как-то они бежали но они не могли выехать в никуда то есть их не пускали и что его спасло вспомнили что у него есть земля вот это в палестине и так как земля была оформлена на него то у него была возможность получить какую-то визу и только за счет того что он дал кому-то вот эти деньги кусочек денег то есть мы забрали все ничего не осталось то есть нацисты забрали все но то что он дал на благотворительность тогда нацдаку чтобы помочь другим людям это именно вот это вот кусочек его денег она его спасло от смерти они переехали в израиль и это я читал это про их семью какая-то такая известная она потом стала семья в израиле значит это в плане такая глобально как бы пример но если мы посмотрим мы не можем проверить как помощь кому-то ты кому-то помог там спас его от смерти или просто сделал какие-то ну дзака это ты можешь дать чуть-чуть совсем денег мы не знаем как в духовном плане это работает но я например верю царю соломону что он лучше знает как работает мир потому что он получил это знание от бога поэтому просто можно запомнить что не помогут сокровища злодейские нажиты злодейским путем от дзака именно то что ты даешь и помогаешь другим людям она спасает от смерти теперь дальше третий отрывок третий отрывок он говорит так что лоя риф ашем нефеш садик не даст голодать бог душе цадика в ават решаем идов значит и достояние злодеев оно будет сдута как ветром то есть оно не является не является достояние злодеев не является ну то есть будет сдута но как ветром значит здесь какой есть пример мы сейчас находимся в месяце адар месяц адар и я вспомнил сейчас меня очень попросили сегодня чтобы был урок лилу нишама для поднятия души людмила батаврам это бабушка умерла бабушка одного из учеников мураши вот это студенческая такая еврейская организация умерла его бабушка и ее внук он попросил чтобы он приходил часто на эти уроки чтобы был урок для поднятия ее души потому что бабушка она может не успела поучить тору и тому что она не успела но сейчас ее внук он не как бы путин пытается и помочь ее душе и дать ей в путь заслугу что бабушка ты не зря жизнь прожила твой внук учит тору и сейчас он как бы а почему я например ему хочу помочь то есть если бы он не был хороший человек который другим помогает почему я бы ему хотел помочь то есть вот этот вот путь добра он как бы цепляет 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 об и бабушка сейчас там на небе допустим идет сейчас например ее душа туда и такая она с котом очкой а тут сразу два чемодана добрых дел учеба торы 150 человек 160 прямом эфире бабушка такая сразу об совсем по-другому себя чувствует на небе потому что ее внук ей как бы дал большую поддержку из этого мира значит для поднятия души людмила батов рамызов хорошо теперь здесь написано что не будет голодать душа праведника а вот эти вот запасы достояния злодеев они будут сдуты как эта штука работает сам значит то душа праведника кто такая душа праведника значит нефиш ежи для души разные названия на фэш это животная душа то есть это душа которая оживляет тело то есть как бы нижняя часть души которая оживляет тело которая управляет вот этими всеми моей рукой сейчас что управляет я же думаю просто Как же рука шевелится? Вот эта вот душа, которая соединяет мысль с телом, она называется нефеш. И когда говорят, да, это физиология, то есть, ну, кто этой физиологией это управляет? Почему, если только штучка одна отключается в голове, то ничего вдруг не работает? То есть, понятное дело, и душевные расстройства, кстати, это тоже интересно, что именно душевные расстройства иногда вызывают тик, там, паралич и так далее. То есть, вот эта вот животная душа, она все равно управляется более высшей душой, которая есть у человека, намереннее и так далее. В общем, как эта штука работает? Душа животная, если его телена седнего тоже ерцает, давайте, чтобы Абрам Бенрахмил, прошу упоминать его тоже для поднятия души, чтобы его душа там поднялась. То есть, вот эта вот душа, если она животная душа, которая была в теле, если она получила какие-то заповеди, и она как бы наполнилась духовным светом, то когда тело умирает, то она как бы из тела выходит, поднимается вот так вот из тела, и как голограмма такая, и уходит туда. Теперь, значит, а пока она в теле, то эта душа, она управляет телом. Но знаете, есть такие люди, которые кушают мало и очень энергичные. Есть люди, которые кушают без остановки и вообще нет энергии у них, все время они усталые, хотят спать и так далее. То есть, мы видим, что энергообеспечение в теле, оно тоже очень сильно зависит от разных факторов. Теперь нам здесь пообещал царь Соломон, что если ты будешь праведником, то не будет голодать твоя душа. Что это значит? Что это значит? Значит, это значит, что кто такой праведник? Праведник это тот, кто делает все по Торе, как Бог велел. А если мы посмотрим в Торе, есть, например, в Торе, что оберегайте очень ваши души, занимайтесь спортом, будьте здоровыми. То есть, есть обязанность по Торе следить за своим здоровьем. То есть, садик, он следит за своим здоровьем. Дальше, по Торе есть обязанность, прям Бог сказал, что к душим Тию, будьте святы. Что это значит? Это отдаляйте и отделяйте себя даже от разрешенных, но больших удовольствий. Это тоже нужно себя отделять от больших удовольствий, даже если они разрешенные. И так далее. То есть, праведник, он выстраивает так свою жизнь по Торе, что потом, что потом. Ему все время хорошо. И даже если есть голод, нет еды. А праведнику хорошо. Все. Значит, мы на такой оптимистичной ноте, мы останавливаемся. А злодеям будет всегда плохо. То есть, им будет страшно, плохо. Они будут болеть и умирать. А дальше, когда они умрут, у них там тоже ничего хорошего не будет. Поэтому быть злодеем невыгодно. Быть злодеем плохо. Зло возвращается. Злодеи сами страдают очень сильно. То есть, они, когда мы завидуем кому-то, смотрим, вот он злодей, у него все хорошо. Нехорошо у него. Это факт. Ему плохо внутри, плохо снаружи. И на него придет расплата. Рано или поздно она придет. А точно у него нет духовного никакого мира. То есть, там у него ничего не будет. Все. Это надо знать, верить. И будет это все великолепно. Все. Всем хорошей недели. Хорошей весны. Начинается сейчас весна. Месяц Адар. Увеличиваем в радости. Сейчас такой месяц. Значит, надо увеличивать в радости. Каждый день мы увеличиваем в радости. Месяц Адар. Марбин Басимха. И приближаемся к Пуриму, который четко... Вот изучите Медилат Эстер. Начните прям сегодня изучать Медилат Эстер. Свиток Эстер. Там как раз то, что мы сегодня учили, полностью все объясняется, как работает. Как Аман, который накапливал богатство, потом все это потерял. Как Аман, который хотел делать зло. Это зло на него вернулось. То есть, полностью вся схема работает очень сильно. И мы видим сейчас Сирия, когда она напала на Израиль. Вообще, когда была война 48-го года. И Сирия напала на Израиль. Вообще, все страны собрались. Вокруг вот эти все арабские страны. Напали на маленькое еврейское государство, Малипусинка, которое спасало людей, которые выжили после катастрофы. И вот шансов не было. Они все напали. Они думали, вот мы сейчас просто сотрем с лица земли. И мы видим сейчас, как все возвращается. Как сейчас Турция бомбит Сирию. Как когда-то Сирия бомбила Израиль. Все возвращается. Все. Удачи, успехов. Всем хорошего дня.